Я бы, наверное, сравнил, если мы говорим про качество игры, игру с Алани, которая была у нас последней в чемпионате, и мы ее на порядок выше провели, чем сегодняшнюю игру, это касается в целом, но в футболе так бывает, что иногда эпизоды, которые мы проиграли в Алании, и сегодня они повлияли на результаты, хотя у нас, конечно, были шансы, но также и в этой игре, и в последней, то есть по голевым моментам плюс-минус одинаково, но я говорю про качество игры, поэтому нам очень многое надо изменить в подготовке к игре, и не только в игровом плане. Спасибо, коллеги, вопросы? Роман Сергеевич, сегодня в Кабаровске была дождливая, осенняя погода, как вы специально готовились именно в таких условиях играть? Да, мы, конечно, следим за любой погодой, потому что она влияет на качество поля и детали, которые будут в игре, но такая погода очень комфортна для игры в футбол, в плане, да, не очень комфортна для болельщиков, но комфортно играть в таких условиях, потому что не жарко, мяч быстро ходит, поэтому, думаю, что игроки не испытывали проблемы. Единственное, что в начале мы делали очень много потерь, как раз связанных с полем, да, то есть там надо стелить было мяч голеностоп, мы чуть давали далеко от партнера, и поэтому делали простые потери, поэтому начало игры немножко провалили, и не было столько мяча, сколько хотелось бы. Спасибо. Анатолий Сергеевич, сегодня команда соперника вышла на поле спустя 3-4 часа после того, как прилетела Хабаровск, скажите, пожалуйста, являлось ли это преимуществом для вашей команды? Ну, если брать с точки зрения временных отрезков, которых мы живем, то, наверное, да, но мы тоже не испытывали, не играли в комфортных для себя условиях, поэтому у нас постоянная перестройка, поэтому... Спасибо. Ещё вопросы? Сегодня в конце было несколько выходов один на один, к сожалению, не удалось их реализовать. Как вы на это реагировали? Будете ли как-то реагировать? Можно ли вообще на это реагировать? То есть это, не знаю, стечение обстоятельств, что сегодня не реализовали эти моменты, или нужно как-то над этим работать? Всё, что я могу сказать, игроки и тренерский штаб не могут выигрывать до игры в любой игре или проиграть. Вот. То, что касается нереализованных моментов один-в-один, но это надо понимать, в каком состоянии, в первую очередь, в психологическом были игроки, да? Так они готовились к игре, да, в каком состоянии. И здесь две составляющие. Если условный игрок не готовится, а выиграл до игры, ну, то это выливается вот в такие моменты. Если он готов, ну, это футбол, иногда бывает такое, что там дуэль, там есть ещё противник, и вратарь сыграл хорошо. Поэтому здесь надо задать больше вопрос игрокам, которые были в этих эпизодах. Но в то же время не забывайте про те моменты, если в конце увидели, когда доработали полузащитники, и защитники они будут фамилии называть. Это сравнимо с этим, да, в плане эпизодов. То есть нельзя делить игру, только вот, не забил гол, выход один-в-один. Есть ещё другие ситуации вокруг, около наших ворот, которые мы также блокируем за счёт умений игроков. Поэтому ответил вот таким образом. Если всё, да, то завершаем простую инференцию. Спасибо. Да, спасибо. И всех болельщиков Хабарска, я не сказал вначале, те, кто переживает за клуб, за город, с победой.